Главного врача Краевой клинической больницы Виктора Шальнёва задержали в Сочи после предварительного расследования ФСБ и доставили в Читу. Руководители учреждения предъявили обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Получение взятки в особо крупном размере за незаконные действия. Речь идёт о 13 миллионах рублей. ЗАПТВ ранее снимал сюжеты о высокой кредиторской задолженности учреждения и невысоких заработных платах врачей. Средняя заработная плата врачей на сегодня составляет 38 862 рубля. То, что касается моих кредитов, я даже комментировать не хочу вам ничего. Я справляюсь, заработная плата выплачивается вовремя, кредиторская задолженность датится вовремя. Согласно графику, вот и всё, что я вам могу сказать. У меня нет рублей. Проблемы есть и у учреждения, и у его руководителя. В организации, а также в квартире Виктора Шальнёва проведены обыски. На изучение изъяты документы. По данным следствия, Шальнёв, занимая должность главного врача больницы, использовал свои должностные полномочия для получения взяток от руководителя одной из коммерческих структур за беспрепятствование заключения договоров на поставку медицинского оборудования. Напомним, Шальнёв занял пост главного врача Краевой клинической больницы в октябре 2013 года. Должность заместителя главврача по медицинской части двумя годами ранее заняла его жена Татьяна Брум. Она покинула пост в 2018-м. Комментировать ситуацию Татьяна Валентиновна отказалась. По версии следствия, Шальнёв получал так называемые откаты от заключения контрактов на поставку оборудования. Отметим, что стоимость контрактов на оборудование и средства индивидуальной защиты, заключенных с учреждением за последний год, в среднем колеблется от нескольких сотен тысяч до 30 миллионов. В настоящее время Виктора Шальнёва заключили под стражу. Виктором Александровичем вы не встретитесь. Сейчас выполняет обязанность главного врача Евгений Борисович Порошенчак. В случае установления вины Виктору Шальнёву грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в 70-кратном размере от суммы взятки.